Правильно ли я понимаю, что ты хочешь изучить фокусы языка для того, чтобы лучше убеждать других? То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что тебе не всегда удается убедить других, а тебе бы этого очень хотелось. Привет, дорогой друг! Сегодня мы изучим фокус языка, который называется переопределение. Ну, из самого названия вытекает, что мы здесь будем что-то переопределять. В чем здесь фокус? А фокус здесь заключается в том, что тебе нужно переформулировать утверждение, либо убеждение, либо возражение, которое тебе кто-то предъявляет, другими словами, но таким образом, чтобы смысл остался тот же, а подтекст изменился. Сейчас поупражняемся, как это сделать. Дело в том, что к любой фразе, к любому убеждению можно подобрать синонимы, которые будут звучать не так жестко, не так агрессивно. Например, человек говорит тебе, мне страшно. Ты можешь сказать, ты, наверное, беспокоишься за свою безопасность. Это совершенно разные формулировки. Либо человек может тебе сказать следующее, я слишком плаксивый. Ты можешь ему переформулировать и сказать, ты очень чувствительный, ты с открытым сердцем человек. Либо человек может сказать, ты слишком жадный. А ты можешь переформулировать и сказать, это же бережливость, я бережливый. Давай сразу перейдем к примеру из продаж. Допустим, тебе кто-то говорит, твои услуги слишком дорогие. Как ты можешь переопределить это возражение? Ты можешь сказать, да, цена на мои услуги действительно не самая дешевая. Потому что я не требую от вас в дальнейшем, по мере оказания услуг, дополнительных платежей, как делают другие. Где мы здесь сделали переопределение? Тебе говорят, твоя услуга слишком дорогая. А ты говоришь, да, стоимость моих услуг на самом деле не самая маленькая. То есть, смотри, тебе говорят, у тебя дорого, а ты говоришь, стоимость не самая маленькая. Таким образом, ты переопределяешь, и человек уже начинает воспринимать свое же утверждение, свое же высказывание совершенно по-другому. Либо покупатель тебе говорит, я боюсь, это слишком дорого. Ты можешь переопределить и сказать, вы беспокоитесь о том, что цена слишком завышена, либо что-то еще. Где здесь переопределение? Тебе говорят, что цена слишком дорогая, и что человек боится. И ты переопределяешь слово боязнь в беспокойство, и говоришь, вы беспокоитесь, что цена слишком высокая? И слово дорого ты переопределяешь на цена завышена. Это уже совершенно другие слова по восприятию. Следующий пример с фокусом переопределения. Допустим, кто-то тебе говорит, у меня ни на что не хватает времени. Ты можешь переопределить это убеждение следующим образом. Сказать, вероятно, ты слишком занятой человек. Возможно, тебе стоит сконцентрировать свое внимание на то, сколько ты всего успеваешь. То есть, вот человек говорит, у меня нет времени. Нет времени мы переопределяем на то, что человек занятой. И согласитесь, человек, который говорит, у меня нет времени, это одно утверждение. А когда мы ему говорим, что ты слишком занятой человек, это совершенно другое утверждение, которое уже позволяет твоему собеседнику подумать о себе в первую очередь по-другому. Ну и дальше, таким образом, ты можешь раскручивать эти высказывания. Давай же перейдем к примерам из взаимоотношений. Допустим, супруга говорит супругу классическую, любимую фразу. Дорогой, ты совсем не обращаешь на меня внимания. Ты что, меня разлюбил? Что в этом случае может ответить мужчина? В этом случае мужчина может ответить. Любимая, да, мы действительно стали проводить меньше времени вместе. Но каким образом это может повлиять на мои чувства к тебе? Что мы здесь переопределили? Женщина говорит, дорогой, ты совершенно не обращаешь на меня внимания. А дорогой как бы не отрицает, но он соглашается с тем, что да, мы действительно стали проводить меньше времени вместе. Не обращаешь внимания и меньше времени вместе. Согласитесь, звучит совершенно иначе. И таким образом ты как бы разубеждаешь свою любимую, разубеждаешь вторую половинку. Еще один способ переопределить. Дорогой, ты совсем не обращаешь на меня внимания. Ты что, меня разлюбил? Мужчина может ответить совершенно изысканную фразу. Да, милая, действительно, мы стали проводить намного меньше времени вместе. Просто сейчас с нами живет твоя мама, и меня просто не хватает одного на вас двоих. И таким образом, что мы здесь переопределяем? Не обращаешь на меня внимания, мы переопределяем на то, что мы стали меньше времени проводить вместе, потому что твоя мама живет с нами. Таким образом, ты можешь переопределить такого рода высказывания. Либо мужская претензия. Дорогая, ты контролируешь каждый мой шаг. В этом случае, как мы можем переопределить фразу контролируешь меня? Можно сказать, да, дорогой, я действительно хочу больше знать информации о тебе. Ты же любишь, когда я преподношу тебе сюрпризы? Таким образом, мы переформулируем контролируешь меня на я хочу действительно больше знать о тебе. И это, согласись, совершенно два разных словосочетания. И таким образом, человек как бы разубеждается в том, что его любимая его контролирует. Либо еще одна типичная бытовая ситуация. Любимая, ты пересолила суп. Любимый, ты действительно хочешь сказать, что я совсем не умею готовить? И таким образом происходит переубеждение, когда мы переопределяем, меняем одно или несколько слов в фразе, таким образом, чтобы как бы смысл оставался тем же, но подтекст совершенно менялся. Либо еще один типичный бытовой кейс. Дорогая, что бы я ни сделал, ты всегда найдешь к чему придраться. Дорогой, другими словами, ты хочешь сказать, что я слишком часто тебе подсказываю, как будет лучше, я правильно тебя поняла? Что на что мы здесь переопределяем? Мы переопределяем, что ты всегда хочешь ко мне придраться. Переопределяем на то, что я хочу тебе подсказать, как будет лучше. Согласись, звучит совершенно по-другому. Либо еще один рабочий кейс обработать подобного рода возражения. Дорогая, что бы я ни сделал, ты всегда найдешь к чему придраться. Дорогой, правильно ли я понимаю, что я в нашей семье вообще не имею права голоса? Здесь мы что внедряем? Мы внедряем чувство вины человеку. И он как бы уже перестает высказывать вам подобные возражения. Либо встраивать вам какие-то негативные установки. Итак, подведем итог. Что нужно сделать для того, чтобы грамотно воспользоваться фокусом языка переопределения? Нужно изменить одно или несколько слов высказанного вам утверждения, либо убеждения. Таким образом, чтобы смысл остался тот же, а как бы подтекст изменился. Ищем синонимы. Меняем страх на осторожность, жадность на бережливость, слезливость на чувствительность, и так далее, и тому подобное. И самое главное, запомни две фразы. Ты можешь начать переопределять с фразы. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь сказать, и продолжи эту фразу уже другими словами. Либо начни фразу, другими словами ты хочешь сказать, и продолжи эту фразу. Тренируй фокус языка переопределения, начиная с фраз, правильно ли я понимаю, либо другими словами ты хочешь сказать, что. И напиши в комментариях, какие бы убеждения ты бы хотел изменить с помощью фокуса языка переопределения. Давай попробуем сделать это вместе. Кстати, рекомендую посмотреть мое полное обзорное видео по фокусам языка. Оно даст ответы на многие интересующие тебя вопросы. Ну а на этом у меня все. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поделись этим видео со своими друзьями, и до скорых встреч. Пока-пока.